Всем привет, меня зовут Дмитрий и сейчас я расскажу вам о новой файловой системе под названием BcacheFS. BcacheFS это новая продвинутая файловая система для Linux, в которой особое внимание уделяется надежности и устойчивости и имеет длинный список важных и нужных функций. Первое это копирование при записи, как в ZFS или BtrFS, подсчет полных данных или контрольных сумм метаданных, несколько устройств, включая репликацию и другие типы RAID, кеширование, сжатие, шифрование, снимки, масштабируемость, протестировано до 50 плюс терабайт и она уже работает и стабильно. На этом сайте BcacheFS мы видим интересный заголовок файловой системы CODE для Linux, которая не будет есть ваши данные. На самом деле это камень в огород ZFS и BtrFS, потому что эта проблема реально есть, возможно она проявляется не во всех случаях. И давайте перейдем к практике, я буду использовать вот этот мануал, автором является Роберт Росс. Первым делом нам нужно раскомментировать и добавить репозиторий, сразу сделаем бэкап файла source-list. Далее открываем его с помощью редактора, я удаляю все что здесь находится и копирую весь список репозиторий. Сохраняем, выходим, обновляемся. И да, важный момент, сейчас мы используем Ubuntu 2004. Если же у вас Ubuntu версии ниже, то править зеркала вам нужно вручную. И обязательно смотрим на имя версии Ubuntu. Следующим шагом доставляем нужные утилиты. Также ставим все зависимости для сборки нашего ядра. Теперь мы создадим в домашней директории папку Build. Заходим в нее. Клонируем репозиторий утилит BigCashFS. И также основной репозиторий. Клонирование репозитория может занять очень длительное время, так как репозиторий весит около 5 гигабайт. Итак, все готово. В репозиторий на самом деле весит 2 гигабайта, а не 5. И переходим к нашей инструкции. Теперь нам нужно изменить файл MakeFile в директории BigCashFS. Мы должны закомментировать. Это у нас 79 и 80 строка. Переходим в папку BigCashTools. И закомментируем две строчки. Сохраняем и выходим. Так как мы находимся сейчас в директории BigCashTools, то нам нужно просто выполнить вот эти две команды. И сейчас мы видим, что у нас выскочила ошибка о том, что не найден файл. Сразу я предлагаю загуглить. Видимо, не хватает одной из установленных библиотек. Давайте попробуем ее доставить. Сюда аптинстал. И выполним снова команду MakeDeb. Отлично. Ждем завершения выполнения команды. Теперь нам нужно собрать ядро с поддержкой BigCashFS. Давайте прочтем, что здесь написано. Существует множество различных способов настройки ядра. Но я бы рекомендовал либо получить конфигурацию ядра из одной из основных сборов к Ubuntu, либо одну из ваших существующих конфигураций из BootConfig. Вам просто нужно загрузить файл Linux Headers и распаковать его куда-нибудь. Внутри вам нужно извлечь файл DataTar. Вам нужно скопировать файл GenericConfig. Затем просто скопируйте файл Config в каталог BcashFS. Теперь нам надо перейти в директорию Boot. Мы скопируем вот этот конфиг в нашу директорию BcashFS. И при копировании сдаем ему имя точка конфиг. Все отлично. Теперь проверяем. Видим, что конфиг существует. И находясь в директории BcashFS, мы вводим команду MakeOldConfig. Sudo MakeOldConfig. Итак, система попросит вас ответить на несколько вопросов. И утвердительно мы должны ответить вот на эти вопросы, так как здесь написано. В этом вопросе мы жмем Enter. Здесь то же самое. Просто везде жмем Enter. На самом деле я советую всем так сделать. Просто зажимаем Enter. И ждем завершения создания конфигурации. Теперь нам нужно открыть вот этот файл. Открываем. И найти все свойства с именем BcashFS. Раскомментируем эти опции. И ставим символ знак равно Y. Продолжаем поиски. Ладно, мы сохраняем и выходим. У нас одна только опция нашлась. Теперь нам нужно выполнить команду MakeBinDebPackage. Будем конфигурировать наше ядро. Также вводим sudo и имя команды. Видим, BcashFS предложил нам ответить на дополнительные вопросы, которые у нас были. Отвечаем Y. И Possex тоже отвечаем да. Дебаг мы просто жмем Enter. Performance Test тоже Enter. И ждем завершения сборки ядра. Итак, мы видим ошибку, что нет правила для какого-то сертификата. И давайте просто загуглим. Итак, решение очень простое. Нам нужно закомментировать вот эту опцию. В нашем конфиге. Давайте это сделаем. Для этого редактируем файл конфиг. Не забываем про sudo. И здесь находим Config System Trusted Case Debian Canonical Search. Эту опцию мы закомментируем. Сохраняем, выходим. И выполняем заново команду sudo make. На все ответы жмем Enter. И ждем выполнения команды. И так, мы завершили сборку ядра. У меня это заняло ровно 3 часа. Теперь мы продолжим по нашей инструкции. Перейдем в директорию, где у нас собиралось ядро. Это директория build. Но перед тем, как мы будем устанавливать, первым делом мы проверим, сколько у нас сейчас потребления ресурсов. В среднем это 3,5 гигабайта из 11 доступных. И первым, что нам нужно сделать, это бэкап сервера. Обязательно не пропустите этот момент, потому что с установкой ядра может пойти что-то не по плану. Поэтому в директории build я создам директорию backup. И скопируем сюда нашу директорию boot. Не забудем про sudo. Теперь выходим назад в нашу директорию build. И продолжаем установку. Так как изначально мы находились в директории bcache.fs, то теперь нам нужно просто копировать вот эту часть команды. И обязательно поправим здесь на пятую версию. Поправим на пятую версию. Теперь мы можем запустить. Когда все установилось, нам нужно перезагрузить сервер. Итак, мы перезагрузились и подключились заново. Теперь проверим наше ядро. Сейчас мы будем создавать том bcache.fs из двух дисков. И выведем список всех наших дисков. Первым диском у нас будет devsdd. Это SSD Samsung. Он будет выступать в качестве кэша для нашей файловой системы. Но основным жестким диском у нас будет seagate на 3 терабайта. Мы ее прежде подготовим. Здесь нам нужно поправить SSD диск. SDD и HDD. Выставляем SDB. И здесь указано, что у нас первым диском идет SSD. И вторым диском у нас будет seagate. Также установлен метод сжатия lz4. И gzip. Все, теперь жмем Enter. Видим, что создался том из наших двух дисков. Теперь нам нужно примонтировать этот том. Создадим директорию bc.fs. И теперь нам нужно смонтировать наши диски. Первым у нас идет sdd. И вторым sdb. Автор туториал написал, что есть проблема. И он не нашел способа, как загрузить этот том с помощью fstab. Но есть обходной путь через крон. И сейчас мы добавим эту команду в наш крон. И здесь автор предлагает использовать опцию reboot в кронтабе, которую мы и воспользуемся. Копируем эту строчку и вставляем наш кронтаб. Теперь мы попробуем проверить, что происходит с нашим томом. Видим, что том активен. И проверим нашу конфигурацию. Теперь мы можем перезагрузиться и проверить автомонтирование нашей файловой системы в директорию mount.bc.fs. Мы перезагрузились и проверим сейчас информацию о нашем томе. Видим, что автомонтирование успешно произошло. Наш том активен и теперь мы его можем использовать. В одном из следующих видео я попробую рассказать вам моменты о шифровании данных. А также создание зеркального рейда с помощью второго диска. Ну а использовать я этот том буду для своих виртуальных машин Camel. Ну а если тебе понравилось это видео, поставь лайк и подпишись на мой канал. А также не забывай, что у нас есть Telegram чат и Telegram группа, где мы общаемся на разные темы Linux и помогаем друг другу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok